В областном суде сегодня началось рассмотрение апелляции бывшего директора муниципальных бань Олега Власюка. Он оспорил решение районного судей, который признал его виновным превышение должностных полномочий. В сентябре бывшему руководителю городских бань было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Сегодня на апелляционном заседании Олег Власюк и его адвокаты аргументировали, почему они не согласны с приговором суда первой инстанции. Они еще раз обратили внимание на обстоятельства, которые должны были смягчить приговор. Это состояние здоровья подсудимого. Также в своих выступлениях защитники пытались доказать, что действия руководителя городских бань шли предприятию только на пользу. А во время процесса суд не учел противоречия в показаниях некоторых свидетелей. Эти противоречия судом никак не устранялись, никак не описались, никак не проанализировались, не сказали, что мы принимаем, что мы не принимаем, а главное, чем это опровергается или подтверждается. То есть, как хотите, так и разбирайтесь. Напомним, приговор Олегу Власюку Новгородский районный суд вынес, установив, что в сентябре 2017 года он, исполняя обязанности директора муниципального предприятия, заключил с подконтрольной организацией «Луч» договор на оказание услуг по стирке вещей. Стоимость этих услуг была значительно ниже предусмотренной тарифами. Также с августа 2017 года по февраль 2018 года Власюк искусственно создавал аналогичные условия для перезаключения договоров на контрагентов руководимого им предприятия. В итоге стиркой занимались сотрудники городских бани, а деньги поступали на счет «Луча». Ущерб баням составил более 2,5 миллионов рублей. На сегодняшнем заседании рассмотрение апелляционной жалобы Олега Власюка не закончилось. Процесс продолжится 30 декабря. Продолжение следует...